Альфаторизация охватила Одессу. Так называют активисты правого сектора процесс усаживания чиновников и депутатов в мусорные баки. Каждую неделю список побывавших в контейнере с мусором пополняется новыми фамилиями. За какие грехи народные слуги попадают в мусорные баки и как к этому относятся милиция, политики и психологи, узнавала Наталья Костенко. Первым в мусорном баке оказался пойманный на крупной взятке чиновник фонда социального страхования Олег Руденко. Позже его судьбу чуть не повторил кандидат в народные депутаты Леонид Климов, проводивший встречу с избирателями в Балтском районе. Но илюстрация не состоялась. Встреча Климова с активистами правого сектора закончилась совместным исполнением гимна Украины. На этой неделе заложником мусорного контейнера стал активист Евромайдана Константин Иванов. Активисты правого сектора обвинили Иванова в финансовых махинациях и кражи более 100 тысяч гривен у воинов АТО. А вот народного депутата Нестора Шуфрича усадить в альфатер не удалось. Вместо этого его избили. В МВД последний инцидент охарактеризовали как хулиганство, совершенное группой лиц. Под эту же статью подпадает и помещение человека в мусорный бак. Данные действия классифицируются как хулиганство, что предусмотрено статьей 296 Уголовного кодекса Украины. Если же при этом есть нанесение телесных повреждений, то есть это вред, нанесенный здоровью человека, то это уже может классифицироваться и под другим статьям Уголовного кодекса. Вплоть до лишения свободы в среднем три года. Кроме того, что действия активистов правого сектора незаконны, они зачастую вредят работе правоохранителей. Пример Алла Марченко приводит разгром активистами в магазинов по продаже курительных смесей. То, что происходит со стороны общественников, то есть это такие налеты и самосуд. И зачастую затем подтвердить и доказать нашими сотрудниками уже очень многое достаточно сложно, потому что уничтожаются вещественные доказательства, то есть они их сжигают на месте, и экспертиза уже не всегда может подтвердить, что изъяли и что это было. Для нас это ежедневная работа, которую мы делали, делаем и будем делать. Для общественных организаций это своего рода пиар, показать себя. Активисты правого сектора свои действия объясняют бездеятельностью власти и правоохранительных органов по отношению к преступникам, нечистым на руку чиновникам и перекрасившимся народным избранникам. И предупреждают, если руководство страны не примет меры и не проведет обещанную иллюстрацию, ею всерьез займутся активисты. Я еще раз хочу нагадать нынешней владею, что она должна разбираться с теми, кто просто руйнует нашу краину своими вчинками и с теми, кто спекулюет на смерти украинских патриотов. Если этого не будет сделано, в следующем месяце у них будет не смятник, а гильотина. По утверждению активистов, все их действия направлены на отстаивание интересов громады, борьбу с коррупцией и поддержание в городе общественного порядка. Статус громадского формования, захоронных громадского порядка мы получили для того, чтобы координировать свои действия и наводить порядок в Одессе. Мы изо всех сил пытаемся координироваться с всеми силовыми структурами, изо всех сил их слушаем. Правоохранители рады помощи и содействию со стороны общественных организаций, но утверждают, что координировать свою деятельность с милицией и органами правосудия активисты не спешат. Даже по примеру охраны общественного порядка, когда многие говорят о том, что готовы помочь, тем не менее перед большими событиями, которые происходят в нашем городе, приглашаем общественников, оговариваем с ними, приглашаем прийти уже к нам на помощь во время несения службы, никто не приходит. На совещание приходят, на помощь нет. Не вписывается новомодный вид люстрации не только в рамки закона, но и в систему европейских политических ценностей. «Посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский, он очень так негативно оценил эти все процессы, то есть они ожидают, что действительно в Европу будет вступать цивилизованная страна. И в этом смысле, вот у него есть даже термин, так появился, мусорная люстрация, которая, конечно, не должна отвечать, вообще она не вписывается, в общем-то, в правила поведения цивилизованного государства». По словам Василия Попкова, для политического равновесия в стране должны присутствовать разные политсилы, но в цивилизованном государстве ни одна из них не имеет права на насилие. «В государстве есть аппарат, государственный аппарат, который только единственный имеет право на какие-то насильственные действия. То есть это силовые структуры, это органы, которые четко подчинены закону, четко подчинены вышестоящим инстанциям и так далее. Вне государственных силовых структур быть не может». С точки зрения цивилизованности общества на акции с использованием мусорных баков смотрит и психолог Нина Соловьева. По ее словам, чем более развито общество, тем более вербальными и нематериальными становятся проявления человеческой агрессии. Но сегодня само общество расшатывает рамки дозволенного. «Вот те события, которые происходят сейчас, последние полгода, это шаги, которыми двигаются люди, в сторону разрешения все более агрессивных форм поведения друг к другу. Если не сработают защитные системы общественные, то мы будем фиксировать эти нормы уже на более-менее законодательных основах. Например, мы долгое время приходили к тому, чтобы отменять смертные казни, и этим очень гордились в свое время. Может быть, общество в какой-то момент решит, что давайте мы это будем возвращать». По мнению психолога, не случайно и то, что одинокую жертву в мусорный бак помещает, как правило, группа людей. «Отпустите меня!» По законам групповой динамики, группа всегда распределяет ответственность между собой. Если мы делаем это вместе, то никто из нас не делает это. Мы становимся единым существом, каждый из которых частичку ответственности берет на себя, а значит, вроде бы никто не отвечает за это действие. В МВД пообещали, что вопреки законам психологии, законы уголовные не позволят избежать индивидуальной ответственности. Сейчас следствие отрабатывает видеоматериалы событий у здания бизнес-центра «Шевченковский» и облгосадминистрации, чтобы определить роль каждого активиста в произошедших событиях.